СОМБОДИ ОН СТОЛЬМИ ЗА РОЛД ИЗ ГОНАРОЛ Это, получается, 1250 еще медных прутев и меди, и еще немного стали, да. Он достаточно дорогой, и, ну, я думаю, я уже до второго дойду, может быть, завтра, может быть, послезавтра. Но нужно потратить очень много времени в этой игре. И что позволяет он нам делать, это много чего интересного. Вещи такие, как болты, которые используются для того, чтобы сделать гирбокс. А он, в свою очередь, нужен будет в обнове, может быть, для новых станков, вот. Он крафтится из 50 стальных болтов, это уже где-то 500, и из 25 стальных пластин. Это примерно выходит на 2000 стали. И еще немного прутев, но это не такая уж и большая потеря. Сегодня я вам покажу, как сделать эффективную автоферму ми-стали. Да, и давайте же я начну. Для этого вам потребуются, ну, все те же самые базовые компоненты. Это конвейер, там всякие разные тотемы. Давайте я сейчас найду их быстренько. Так, где вот тут есть угольный тотем, и где-то есть еще железный тотем. Вот железный тотем. Дальше нам нужен смолтер, сталилитийный завод, и обязательно сундук. Это туда, куда будут уходить наши с вами стальные продукты. Сюда мы ставим сундук. Кстати, чтобы работал нормально стальной пресс, вам обязательно нужны формы. У меня есть все три. Вот мы поставили. Дальше мы сюда ставим сталилитийный завод. Конвейер, тотем. Смолтер сюда сейчас ставим. Дальше сюда опять конвейер. Тотем, тотем. И все. У нас готов вот такой вот сетап. Теперь что нам надо сделать, это выбрать одну из этих форм. Я советую использовать для сталилитийного завода вот эти две. А вот эту уже использовать для медного завода. Давайте сюда поставим болт. И теперь надо только подождать, когда уже все заработает. Итак, спустя некоторое время здесь уже в сундуке появляются первые болты. И у меня имеется вот такая вот гигантская красивая автоферма. Я вам сейчас покажу, как ее модернизировать. Очень просто. И давайте же сейчас приступим. Итак, для этого вам надо поставить вот здесь вот такую небольшую стенку 3х2, чтобы ресурсы не улетали. И обязательно поставьте вот здесь вот вместо вот этих двух блоков стекла вот такие вот панели. Они будут замедлять потоки, которые несутся с нереально быстрой скоростью. Итак, я должен найти эту с вами стальной пресс. Так, вот я его нашел. И туда надо конвейер поставить. Давайте я сейчас заиспользую фичу Роблокса, что вы можете камеру сквозь блоки прозрачные. И как-нибудь надо поставить сюда стальной пресс. Так. Ладно, я сломаю пока эти блоки. Их можно легко восстановить. И все. У нас готов вот такой вот стендап. Он будет автоматически переделывать сталь в наши с вами продукты. Сюда надо только форму закинуть. И, пожалуй, на этом все. Большое вам спасибо за просмотр. Где-то поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы новый. Кстати, как построить вот такую вот крутую, замечательную, шедевральную автоферму. У меня есть в описании ссылка. И, пожалуй, на этом все. Большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.